Добрый день! Сегодня у нас кубик 6х6 MGC компании YJ. Коробочка аналогична такой же коробке от 5х5, все то же самое, ну кроме цифр 6х6. Снимается верхняя часть, не всегда быстро, но снимается. Красивый логотип YJ. Почему-то вот раньше писали YoungJung, а теперь YoungJoy. Если кто-то знает, с чем это связано, напишите в комментариях. Раньше, по-моему, было не так. И сайт, вроде бы YoungJung, то есть пока называется. Открываем. 6х6 видим сам кубик, он был в целлофане и комплектация. Под этой подставкой ничего нет, открываем коробочку, она точно такая же, как в 5х5. И в ней аналогична отверточка, запасные магнитики. Здесь уже двух типов, потолще и потоньше. В пятерке были одинаковые. И дополнительные пружины. Причем дополнительных пружин 12, и на вид они вроде бы одинаковые. Он подробно не рассматривал. Скорее всего, они другой жесткости. Какие-то пожестче, какие-то помягче. Но меня устроили те пружины, которые установлены в самом кубике. Еще есть инструкция. Такая половина на английском, половина на китайском. Вроде для начинающих. А и в отличие от Valk Elite, отверточка есть. Хотя эта шестерка стоит, по-моему, по крайней мере, не дороже, чем трешка Valk Elite. Вот, это все убираем, убираем, убираем. Чем хороша компания YJ и ее линейка MGC? Тем, что в этой линейке уже есть хороший кубик 2х2, MGC 3 Elite, 5х5, Mega Minus. То есть на данный момент вот эти вот головоломки актуальны. Были еще MGC, MGC V2 кубики, но они уже подустарели. И MGC 3 Lite, соответственно, лучше. Ждем еще выхода 4х4 и 7х7 от MGC. Посмотрим, что будет. Наверняка они будут неплохие. Уж точно. То есть это топовые модели, но ценовая категория не самая высокая. То есть они не дешевые, не бюджетные, но такая средняя ценовая категория, чуть выше среднего, наверное, даже. Но кручение явно на уровне топовых моделей. Мы сегодня будем сравнивать шестерки с Aoshi и Shadow. Вот на данный момент это три топовых экземпляра. Какая из этих шестерок самая лучшая? Каждый выберет, конечно, сам, но все они достойны. Для начала по размеру чуть больше, чем Shadow и примерно такой же, как Aoshi. Как-то так. Ну, все примерно одного размера, но вот Shadow чуть-чуть поменьше, на миллиметре где-то. И вот по ощущениям MGC чуть легче. Не сравниваю, но вроде бы так. Перемешиваем и ощущаем примерно такое же вращение, как и на 5х5. Ну, естественно, с подправкой на количество слоев. Цветовые схемы уже, наверное, обсуждать неинтересно, поскольку у всех хороших кубиков она примерно одинаковая. Здесь важнее самовращение. Магнитики на средних слоях и крайних отличаются. Ну, это как у всех. Напомню, опять же, на пятерке были одинаковые. Шестерка очень быстрая. И наверняка для многих она станет лучшей. По вращению она, наверное, самая быстрая. Ну, это, опять же, зависит от настройки. Но в данный момент больше всего она напоминает мне Аоши. Shadow имеет больше контроля. То есть, также очень быстрый и не совсем контролируемый куб. Контроля здесь достаточно, но его явно меньше, чем на Shadow. И примерно на том же уровне, что Аоши. Я знаю, что и Shadow и Аоши пользуются популярностью у топовых сборщиков. Я собираю примерно 3-3,5 минуты. А 6х6 у тех, кто собирает меньше трех, ближе к двум. И меньше двух выбирают что-то из этого. Но на кубике 6х6 MGC тоже вполне можно ставить отличные результаты. Ну, это меньше двух минут. Кубик всем хорош. Но у него есть, опять же, с непривычки такая же проблема, как и на 5х5. И, возможно, она сильнее выявлена, поскольку слоев здесь больше. Это ощущается больше при сборке этапа 3х3 и иногда на этапе фрислайса при сборке ребер. Так, собираем. 6х6. Красный центр готов. Собирать будем самыми простыми, обычными способами. Второй центр будет оранжевый. И никакого дискомфорта здесь не ощущается совершенно. То есть кубик, который хочется собирать, который приятно вращать. Вот как раз тот момент. Я вращал вот это, чуть-чуть заделал средний слой. Вот этот вот. И они у меня оба повернулись. Бывает редко и, опять же, с непривычки. Если привыкнуть, то этого быть не должно. По крайней мере, на 5х5 у меня такие вещи уже давно прекратились. Ну, на 6х6 пока еще происходит. Я проходил на этом кубике все это время контесты. И сделал где-то 50 сборок на скорость. Ну, в сумме, возможно, сборок 100 и получилось. Так что, говорить о каком-то полном исследовании пока нельзя. Но, думаю, 100 сборок вполне достаточно, чтобы какое-то свое мнение здесь высказать. Собираем зеленый центр. Зеленый готов. Очень приятное вращение вот именно средних слоев. Очень быстрое. Возможно, здесь магнитики чуть слабоваты. В сравнении с другими. Вот на Shadow кажется, что чуть посильнее. На Aoshi. Может, либо такие же, либо чуть-чуть сильнее. Возможно, магниты и точно такие же, но толщина пластика другая. Толщина пластика между магнитами. Из-за этого магнитное усилие может ощущаться по-разному. Так, что у нас тут собираем. Можно вспомнить, что компания Mojo, которая раньше была одной компанией с YJ, готовит к выпуску пятерку VRM. И, очевидно, что когда-нибудь они выпустят и шестерку с названием VRM. Так вот, у пятерки там резка углов 45 градусов на 5 на 5. То есть, вот так вот. Можно повернуть и срежется. Вот здесь такого нет. Даже если взять пятерку тоже MGC, 45 градусов не режет. А пятерка VRM должна. Посмотрим, какая она будет по стабильности. Ну, вроде бы всем нравится. Как выйдет, приобретем, конечно. Потестируем. Хотя, на данный момент и пятерки, и шестерки хорошие в наличии есть. И их пока еще надолго хватит. Я в последнее время не так часто тренирую большие кубы. Но крутить их всегда приятно. Просто не хватает времени. И даже это видео я должен был снять раньше. Но сам немного приболел. И чтобы гундосом с насморком здесь не разговаривать, решил немножко отложить съемку. А так, сегодня суббота. Должно было выйти все это дело в понедельник. Так, вот мы уже собрали даже заговорил все два лишних ребра. Восстанавливаем центры. Собираем желто-оранжевые. Собираем зелено-оранжевые. И остается у нас вот эти два. Так, ну и этап 3 на 3. С возможными паритетами. В итоге про кубик можно сказать, что он очень хороший. Вот сейчас опять вот этот свой вот так вот чуть не повернулся. Ну, я вовремя распохватился. Кубик замечательный, быстрый и прекрасный. Паритет здесь не выпал, поэтому давайте его на всякий случай провернем. Все хорошо работает. Собидем сразу все к крестовому ОЛЛ. Вот, не туда. Белый паритет. Нет. И вот такой вот кубик. Всем хорош. Быстрый, красивый, удобный. Инстинкт иногда вот нужно быть чуть внимательнее со средними слоями. Но это все из-за его скорости. То есть, на данный момент, вот из коробки, если по ощущениям, кроме белой моро, ничего сюда не заливал. Из коробки он, наверное, самый удобный из вот всех трех. Да, если Shadow притереть, летает. А Oshii, если притереть, смазать, настроить, тоже летает. Все шестерки хороши. Но, учитывая, что MGC всем хороша, да стоит дешевле. По-моему, для многих это будет, ну, оптимальный вариант. То есть, из минусов, ну, минусов здесь практически нет. Привыкнуть нужно к любой шестерке. Та же Shadow из коробки шла достаточно расхлябанная. И у многих она разлеталась. То есть, я вот Shadow немножко затянул. С Oshii не делал ничего, но я практически Oshii не собирал. Все на все ждет своего часа, да никак не дождется. Ну, MGC, вот, 50-100 сборок открутил. Пока доволен. И дальше пока кручу именно этой шестеркой. Ждем 7 на 7. Ждем 4 на 4. Ждем Aluchang VRM. Много чего ждем. Но пока все это в продаже отсутствует. Единственное, кто ко мне сейчас едет из-за топовых кубов, это GAN 356M. Не знаю, как при пандемии коронавируса будет работать почта, но вроде из Китая выехала. Ждем. Видео, конечно же, сниму после того, как откручу 1000 сборок на нем. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok